Всем привет! В пятом туре я играл с молодым шахматистом с Сахалина, то есть он, насколько я понимаю, живет неподалеку от Южно-Сахалинска, в городе Корсаков, куда мы в первый выходной день ездили на рыбоперерабатывающий завод. Играет молодой шахматист неплохо и со мной старался играть максимально надежно и сделать нищую. К ходу С6 он был не готов, у него были, как он сказал, партии, мои партии с первенства УРФО, посмотрел он высшую лигу, увидел, что караканов не наблюдалось и сильно не готовил. Но я, кстати, к Е4 тоже готовился меньше, чем к ходу Д4, и здесь было принято решение за доской сыграть Ж6, ход считается наиболее таким серьезным. Ну, основной-то, конечно, ДЕ, ДЕ, Ферз, Д1, но там очень сложно обмануть даже молодого шахматиста. Я решил пойти Ж6. Кстати, потом себя проклинал за это решение, да. А вот после Ферз, С7, Конь С3 или после Слон, Ж4 у черных очень серьезные проблемы. Об этом мне рассказали еще в титульных вторниках разные шахматисты разного уровня. Вот, в общем, Ж6, Конь С3. Здесь, может быть, да, может стоило захватить пространство, то есть, мне кажется, что недаром движок рекомендует начинать с хода Х3 или с хода Е5. Ну, Е5, все-таки мы там начнем проводить Ф6, и позиция будет вполне нормальная. На Конь С3, Д4 мне не понравилось, что после Конь Е2, Слон, Ж7, у него есть какие-то игры, вот вплоть до Б4-то. Ну, или потихоньку это все готовить. Или, например, С3, С5. И на доске у нас такая странная, староиндийская, в которой движок ничего странного не видит. Считает, что мы сейчас пойдем Е5, Конь Е7, и начнем с мощным центром его, в общем-то, немножко душить в своих объятиях. Вот, я сыграл Слон, Ж7, видимо, это неточность, хотя движок сильно и не ругается после Д4. Ну, здесь основной ход ДЕ, потом Конь Е6, вот, но вот эту линию сейчас, вот я так не сыграл, мне не хотелось на нее идти. Это первая линия движка, ЕФ, ну, блин, если бы был Слон на Д6, я отлично понимаю, что в таких позициях делать. Слон на Ж7, ну, мне кажется, что из-за него я борюсь за уравнение. Хотя движок посмеивается, делает аркировку, ходит А5 и ведет Коня на С7. В общем, говорит, ничего страшного, но похуже это нормально. Ты же каракан выбрал, у тебя изначально похуже. Вот, я сыграл Слон Ж4, Слон Е3, и здесь нагло пошел Конь Е6. Движок рекомендует начинать с Е6, хотя особой разницы не видит. Принципиальный ответ здесь Е5, конечно. Вот, я собирался отступать на Д7, потом бить на Ф3, играть Е6 и подрывать там А6 и потом С5. Ну, не знаю, хуже, чуть-чуть хуже черные стоят, но есть где запутать. После А3, Слон Ф3, 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 ну, Е6 ходить страшновато. Там и Слон Ж5, там и А4, и поэтому я начал меняться. И в этой позиции, ну, нормальный человеческий ход это Ферзь Д5, так нас учили в детстве, что Ферзь Д5 поставил и не боишься ничего. Не пустил Слона на С4 заодно. Но я сыграл по-другому, я дал шаг на А5, ход вообще неудачный, Ферзю на А5 делать нечего. Потом повел Коня на Ф6 и после Слон С4, Конь Ф6, Ферзь Ф3, рокировка. Белые сделали очень сильный ход А4, а не, пока рокировка и на Е6 только. Очень сильный ход А4 и я загрустил немножко. Потому что, хотя оценка близкая к равенству, но как выигрывать непонятно. У белых два Слона, в центре они стоят получше. Я тогда решил за одним из этих Слонов зайти. Слон Ф4, ну, Слон Ф4 мне не очень понравился ход. Конь Ф4, Ферзь Ф4. Здесь уже микроплюсик пишется мне, движком. Но вы же понимаете, что это... Что это битая ничья. Ферзь Д8 пишет сильнейший ход. Я сыграл Ферзь Б6 и вот здесь у него был ход А5. А5, дело в том, что если я бью на Б2, то после ладья Ф1, к сожалению, от угрозы ладья А2 хорошей защиты нет. Вот, это проигран. Вот, а если я ухожу Ферзем на Д8, то белое вправе поставить Б4 и черным крайне тяжело, ну, добиться прогресса, так скажем. То есть, впечатление, что на доске ничья, впрочем, я бы и эту позицию играл. После Ферзь Д2 мне удалось пойти А5, хотя движок говорит, что ты осел, Роман Юрьевич, ты мог пойти Ц5. И после Д5 Ферзь Д6 провести Е5. Ф5, Е4, перекинуть слона на Д6 и слон на Ц4 немножко пустой. Хотя оценки все равно около нуля. Вот, ладно, нет, я пошел А5 и этот ход мне нравится больше, потому что он более плановый. Дальше мы начинаем сдваиваться. Нападать на пешку Д4, я все мечтаю провести Д5 или Ц5. Здесь ему надо было поставить пешке А4 и Ж3, на мой взгляд. Это полезно для белых. Но он нашел вот такую ничью, стоять на месте. Аж 5, первая линия. Я доволен этим ходом, хочу пойти А4. Тут пока решил усилиться. Ну, слон Ф6, король Ж7, так себе усиление. Стоило, конечно, с А4 начать. Ладно, слон Ф6, король Ж7. Вот он стоит на месте. И тут, да, и здесь, мне кажется, он предложил мне ничью. Но я обнаружил идею Ферзь Б8. И провел Б5. Вот эта позиция уже для белых крайне неприятная. А4. То есть пешки Б23, Д4 неизбежно будут подвергнуты каким-то атакам. Ну, а вот в этой позиции я сделал ход по третьей линии. Ферзь Д8, он настаивает на том, что с идеей Е5, с идеей Б4 и А3 у черных просто великолепная позиция с отличными шансами на победу. Точно так же большой перевес давала немедленная Б4. Потом А3. И Б4 я не заметил. Я решил, что вот без Ферзей мне будет попроще. И был неправ. Так, вот здесь снова надо было ходить Б4. Я пока аккуратненький ход ладья Д6 сделал. И путем Д5 белые, похоже, соскакивали. Хотя, конечно, и там у них немножко противно. Но всего поровну. После Б3 я заметил удар Б4. Хотя движок говорит, что надо ходить А3 и на Б4. Что делать? Нет, Б4 уже первая линия. Все, я молодец. СБА3. И выяснилось, что слон А2 немножко не похож на слона Ф6. То есть белые однозначно получат сейчас окончание 4 на 3. То есть они потеряют... За пешку А3 они отнимут. Но пешки Б и пешку Д они потеряют. После Б5 ладья Б5. Говорит, я сыграл неправильно. Надо было играть ладья Д8. И первым делом брать пешку Д4. Ну, я так глубоко не проник. Дело в том, что на Д5 есть сильный ход слон Б2. С неизбежным Е5. Да, и пешка А3 плюс возможность наступления на королевском. Дают черным отличные шансы. Я, к сожалению, тут уже почти в цитноте был. И сыграл максимально примитивно. Здесь я взял на Б4. Хотя надо было, конечно, включить ход А4. Ладья А3. Взял слонов на Д4. Снова стоило включить А4. Ну, и вот эта позиция, она ничейная, объективно. Хотя, мне казалось, что раз я провел А4, у меня появились серьезные шансы. Ну, на доске, конечно, ничья. Говорит, ладья Б4 и слон Д4 надо было мне ставить. О, ну, такие тонкости я вообще не видел. Мне казалось, важно попытаться на второй ряд проникнуть. Да, ладья Б4 дает то, что я получил в итоге. То есть, слон идет на Д4, пешка встает на Е5, потом идет вперед пешка Ф. И заищаться белыми крайне противно. Ладно, в цитноте я сделал несколько цитнотных ходов. Тупых. Оценка не поменялась. Заищаться белыми очень противно, очень сложно. У них всегда подвисает пешка Ф2. Ну, а главная задача черных, это запустить вперед пешки Ф и Е. Да, вот, Е5 уже удалось пойти, Ф5 тоже. И теперь задача провести Е4 и не потерять пешку Ф5. Поэтому ладья А7, ладья А5 и Е4. Все, пешка побежала вперед. Если ладья Б2, то мы снова нападем на слона Д7. По-моему, с поля Д5 я уже хотел нападать. Так, слон Е5. То есть ладья А6, это не мат. Король всегда может на Ф4 перестроиться. Так, прогнали слона. Поставили короля на Ф4. Нам бы теперь догнать пешку до Ф3. И партия будет выигранной. Ну и здесь видно, что защита нелегка. Примерно пяток линий с оценкой от 0.8 до 1. Слон Д4. Хочу провести Ф4 и Ф3. Говорит, ладья Ж8 надо было. Потом ладья Б8. И получить то, что получилось в партии. Да, я немножко не точно играл. Но, надо сказать... Да, вот здесь он заметил такой удар, как слон бьет Ф2. И вообще запаниковал. Хотя, конечно, слон Ф2 ни черта не дает. Вот. Потому что, ну, фигуры нет. А пешку А3 еще пойди забери. На Ф5 подвисает. Но, вот здесь, примерно здесь, мой противник поплыл. Ну, защищать такую позицию... Ой, ладья Д8 я зевнул, ладья Днет. Там ладья Ж8 шаг. В общем, защищать такую позицию крайне противно. Вот. Потому что, особенно, когда начали мерещиться всякие глюки, спасти почти нереально. Шикарная книжка Михаила Марина. Карповский разноцвет есть. Где Анатолий Евгеньевич вот подобную позицию выиграл у гроссмейстера Альтермана. Тоже 4 на 3 был лендшпиль. И тоже ничейный. Вот. Тут я решил провести Е3. Движок страшно ругается. Говорит, надо было ходить ладья Б6. Ладья Б6. И на условное слон Е8. Король Ж5. Ну да, откинули от пешки Е4. И хотим провести Ф4-Ф3. Наверное, все еще ничейная позиция. Ну, в общем, я сыграл слабо Е3. ФЕ слон бьет Е3. Ну и все. На доске по большому счету ничья. Король Е2. Ладья Б3. Но сделать ее тоже еще нужно. Пешки у белых нету. Например, вот движок дает такую ничью. Ладья А4. Король Ж3. Ладья А5. Ф4. Ладья Ж5. Король А3. И он пишет, что это легкая ничья. Ладья Б5. Ладья А3. Ну, как бы, совершенно не очевидно. Вот, на мой взгляд. Ладья Ж5. Король А2. Ладья А5. Вот теперь уже очевидно, да. Что пешку А4 не защитить. Ну, а вот из этой позиции отдать добровольно пешку А4. Ну, в общем, нужно много времени иметь. Слон Б7 тоже ничейная позиция. Сохраняется. Слон С5. Ладья А5. Все пока правильно. Ладья Е3. Король Ф1. Ну, движок считает, что здесь сильнейший ход ладья С3. Я пока пошел ладья Е5. И ему надо было стоять здесь ладья Б5. Король Ж2. Не сильно все поменялось. Ладья встала на С2. И здесь снова ход ладья Б5 давал относительно несложную ничью. Но последовала ладья А6. И у белых уже проиграно. Все. Король Ф3. Слон на С5 отнимает поле А3. Грозит ладья С1 мат. Король Ж3. Висит на А3. Но еще больше угрожает шах на Ф2. То есть мы начинаем оттеснять короля. Даже сильнейшее продолжение слон Б7 ведет к тому, что после слон Б4 король Д1. Ладья Д2 король С1. Белые теряют еще одну пешку. И их король неимоверно далеко. На ладья А3 последует скромная король Х2. Ну, можно и король Ж4 сыграть. В общем, вот это уже выиграно у черных. Потому что белый король очень далеко. В партии последовало на король Ж3 слон Д7. И после ладья Ф2, слон Б4. Мой противник сдался на король Д1. Следует ладья Д2. И теряется слон. То есть такая затяжная борьба. Больше 80 ходов сделано. Вот. Но что я хотел. Противник был поначалу очень аккуратен. Пытался сделать ничью. И почти сумел этого достичь. Минус плохих, вот таких окончаний тяжелых. Пусть даже объективно ничейных. В первую очередь в том, что заищаться сложнее. Обязательно человек устает. Все. Всем спасибо за внимание. До встречи после следующего тура. Продолжение следует.